Исним условия, при которых возможен переход между жидкими и газообразными агрегатными состояниями вещества. Рассмотрим последовательно процесс сжижения пара находящегося в цилиндре при температуре меньше чем критическая. При изотермическом сжатии пара возрастает концентрация частиц и увеличивается давление. Однако в этом состоянии средняя потенциальная энергия притяжения частиц еще недостаточно для объединения молекул пара и появления жидкости. Пар в сосуде остается ненасыщенным. При дальнейшем уменьшении объема пара его молекулы сближаются столь значительно, что вследствие их притяжения образуются капли жидкости, начинается конденсация паров. В сосуде находится жидкость и ее насыщенный пар. Дальнейшее уменьшение объема не меняет давление пара в сосуде. Объяснить это можно следующим образом. Предположим, что первоначально сжатие пара приведет к росту давления, так как возрастет концентрация насыщенного пара. Увеличение концентрации паров приведет к росту скорости процесса конденсации, что должно уменьшить массу водяного пара и увеличить массу жидкости. При уменьшении массы пара вновь установится равенство между скоростью процесса конденсации и скоростью процесса испарения. давление примет первоначальное значение. Так как в процессе сжатия пара его масса все время уменьшается, то определенном значении объема весь цилиндр оказывается заполненным жидкостью. Дальнейшее уменьшение объема приводит к резкому возрастанию давления, так как жидкость мало сжимаема из-за плотной упаковки молекул. На графике мы получили изотерму сжижения пара. Вернем систему в исходное состояние и посмотрим как влияет изменение температуры на характер протекания процесса. Увеличим температуру и рассмотрим процесс изотермического сжатия. Выберем начальное значение объема тоже, что и в первом опыте. Однако, так как температура пара выше, то и начальное давление больше, чем в первом случае. Отметим его на графике. Начинаем сжимать пар. Уменьшение объема приводит к увеличению давления, но этот отрезок изотермы располагается выше, чем в первом случае, чем при более низкой температуре. Крайне важно, что начало процесса конденсации пара происходит при большем давлении и меньшем объеме. Это объясняется тем, что так как скорости молекул пара стали больше, а значит выросла кинетическая энергия хаотического движения, то для превращения пара в жидкость необходимо уменьшить расстояние между молекулами так, чтобы потенциальная энергия межмолекулярного воздействия стала бы приблизительно равна кинетической энергии хаотического движения. Каждое последующее увеличение температуры приводит к тому, что участок двухфазного состояния сокращается, а соответствующая изотерма располагается над предыдущей. При температуре, называемой критической, фаза жидкости не отличима от фазы пара, поэтому участок, соответствующий двухфазному состоянию, превратился в точку. Для образования жидкости средняя потенциальная энергия притяжения молекул должна быть не меньше средней кинетической энергии. Это значит, что переход из парообразного состояния в жидкое возможен лишь при температуре ниже критической. Пар – газообразное состояние вещества при температуре ниже критической. Переход пара в жидкость принципиально возможен. Газ, находящийся при температуре выше критической, нельзя перевести в жидкое состояние. Критическая температура – максимальная температура, при которой пар превращается в жидкость.